Куда пропал Лукашенко? Многие вчера задавались этим вопросом, когда после парада президент фашистской России Владимир Путин в окружении корпуса охраны спускался от мавзолея, куда он рано или поздно заедет, соответственно в Александровский сад, там где могила неизвестному солдату. Не было Лукашенко, был только рядом Сисоку. Кто такой Сисоку? Это главный теперь, ну после Лукашенко, союзник Владимира Путина Сисоку, а Умар Сисоку, Эмбала, президент Гвинеи Бесау. Ну, с Гвинеей все понятно, желаем им счастья. И Гвинеи, и Бесау. И Гвинеи, и Бесау в том числе. Но Лукашенко на кадрах прямой трансляции не было. И вот он вернулся в Минск и все рассказал. Оказывается, он проводил секретную встречу с Кожугетовичем. Это министр обороны пока Российской Федерации, тувинский маршал, военный преступник, любимчик Владимира Путина. И что там произошло, сейчас вам обо всем расскажу. А, Сергей, привет тебе. Мы тягались там по заугольникам. Ты нас критиковать начали, что мы где-то колдебали, отстали. А этот командующий с хвапными войсками, он мне все рассказывает. Не Селяков, а Салюков. Ну, с другой стороны, какая разница? Мы тут видим белорусских военных преступников. В частности, спиной стоит министр обороны Хренин. Это тот, который ездил по ушам украинскому военному руководству о том, что с территории Беларуси российские нацисты не зайдут. Но они дошли аж до Бучи. Всю эту трагическую историю мы не забудем никогда. Как и не забудем, куда вывозили наши стиральные машины. Сначала в Беларусь, а дальше отправляли своим самкам по всей Большой Российской Федерации. Так вот, значит, нюанс тут в чем? Что Лукашенко отстал и шел к могиле неизвестного солдата. Почему она за столько лет осталась неизвестной? Ну, с большой вероятностью, просто никто не искал, кто же там погиб. Потому что лучше поклоняться неизвестному и говорить, вот так вот ты, рожденный в России и в Беларуси, должен быть готов поступить. Сдохнуть за своего вот этого царя. Так что же стало известно по итогам этой тайной встречи Лукашенко и Шойгу? Сказывают про СВО. Ну, я ж немножко в теме. И притом ночью мы заслушали доклад Герасима Шойгу. Бортникова о ситуации на фронте, поэтому абсолютно в теме. И они все мне рассказывают. А тут СВОшники. Собрались там их полсотни. Кто сфотографировался, кто это. И мы с ним, с Шойгу и отстали там. Не удивлюсь, что после этого отстали Кожугетович переедет с вещами в Минск. Ну и там Аза ляжет на дно. В любом случае, подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Нужно как-то зафиксировать, что Владимир Путин по степени омерзения не сильно отличается от Александра Лукашенко. И вот тут вот стало известно важное. Оказывается, белорусских солдат, пока еще живых, ждут на СВО. Так они называют полномасштабное вторжение в Украину. Ждут? Дождутся ли? И что дождется тогда Мозырский НПЗ? Кстати, по поводу НПЗ. Дело в том, что телеграм-канал, который обслуживает Александра Лукашенко, называется «Пункт первого». Они все время хотят подчеркнуть, что Лукашенко первый, а не второй после Путина. И вот акцентирует на вот этом вот слове «внимание всех». Так вот, по этому или по какой-то другой причине, по плану нанесения огневых ударов по российской территории, прилетело сегодня ночью в Калужской области по первому заводу. И это не просто завод, а НПЗ. По-моему, игра ТЭЦ за ТЭЦ не зашла. И теперь мы играем по новым правилам. Российский удар по украинской территории, попали в ТЭЦ. Получи российский фашист по НПЗ. Что 9 мая прилетело в город Салават, это же в Башкортостане. Полторы тысячи километров пролетели наши дроны и установили пока абсолютный рекорд. Но это еще не все. Там в Омске есть один НПЗ, хороший нефтеперерабатывающий завод, самый мощный в России, находится на границе с Казахстаном. И вот что-то мне подсказывает, что он сейчас работает, а потом работать перестанет. Почему? Да потому что, судя по всему, мы нашли вот эту Кащееву иглу. Причем мне тут подсказали, по каким НПЗ бьют. По, в первую очередь, по самым современным. Там, где установлено американское оборудование. Там вот эта вот штуковина по переработке непосредственно нефти на дизель или бензин. Такого в Рашке не производят и никогда не будут производить. А американцы им больше это не продадут. Потому что придет суровое и злое ФБР и возьмет российских фашистов за яйца. Хотя не факт, что они у них есть. Так они нас из-за этого практиковали. Идете с ним обсуждать. Мы сзади. Думаю, ладно, там не было жесткого такого протокола. Настроение у СВОшников хорошее. Очень любит Беларусь. Нас ценит. Я говорю, ребята, мы туда ехать не собираемся. Мы, говорят, понимаем. Но вас, говорят, там не хватает. Ребята, крепкие. У российских солдат, то есть российских военных преступников, хорошее настроение. Почему? Потому что они в Москве. И им кажется, что по ним не прилетит. Ну, в обозримом будущем. Но кто сказал, что будет именно так? Вот читаешь новости. Значит, силами ПВО в Подольске отражена атака беспилотника. Который летел на Москву. Подольск. Ох, как это близко от Кремля. Значит, к чему это все? Потому что этой ночью, согласно сообщению ведомства Шойгу, то есть Министерства обороны, украинские БПЛА летели в Брянской, Московской и Белгородской областях. Про Калужского они не вспоминают. Потому что они как бы все сбили. А в Калужской области они сбили непосредственно на нефтеперерабатывающем заводом. Это было действительно эпично. Все-таки попали. Да. Поговорим еще о Лукашенко. Потому что он начал выдавать вещи, которые очевидны. Но когда чиновники из оси зла об этом говорят, да, после таких слов Путин выглядит отвратительней, чем он и есть на самом деле. Хотя, нет. Тут дна в отвратительности российского военного преступника, конечно же, нет. Стало понятно, куда делись танки с парада. Это суровая правда жизни. Вы только что прилетели из Москвы. Мы смотрели с утра все трансляции парада. Парад не тот, танков не было, ракет мало и вообще все какая-то ерунда. Ваше личное об этом мероприятии мнение, ощущения, оценки какие? Парад отвратителен, как Владимир Путин. Но арматы не было и она не заглохла. Не было и других танков. Вопрос, а где они, эти танки? Было много у Владимира Путина танков и не стало. Кстати, по Беларуси они тоже не катали танки. Тоже какой-то начал наблюдаться дефицит. Вы знаете, это уже не первый вопрос, который мне задают сегодня. Первым этот вопрос мне задал, как ни странно, президент России, а потом Сергей Кожугетович, Шойгу, с которым мы там все время общались и проходили с площади в могиле неизвестного солдата. Как? Что? Искренне и абсолютно честно скажу, что так как они по духу, по содержанию, так как они никто не умеет организовать подобные мероприятия. Это был парад, не совсем похожий на те парады, которые были. Слушайте, ну и время совсем другое. Лучше бы вы спросили, где ваши белые тапочки. Так вот, если они спрашивают, где их танки, то ситуация печальнее, чем может показаться. Где-где танки Путина и Шойгу? Где-где-где-где? В общем, пишите в комментариях об этом. Но что-то мне подсказывает, что если официально подтвержденные данные есть об уничтожении трех тысяч российских танков, то, наверное... А, да танки просто сгорели. Башни поотрывало им. И вместе с экипажами они отправились на концерт Кобзона и ждут. Кого? Всех их ждут. И Александра Григорьевича в том числе. Тем более он открыл военную тайну. И вот вы заметили, насколько тонко они уловили момент и сделали то, что нужно было сегодня сделать. Кричали там танковые. Я прочитал эти опусы наших лохушек. Танков не было, еще чего-то. Ну, послушайте, а что? С линии соприкосновения с фронта танки надо было снять и на Красную площадь притащить. А еще вдогонку сотни, может, с белорусов перекинуть в Беларусь и показать это. Это никому не нужно. Всегда. Начиная с 41-го года, танки с Красной площади и бойцы шли на фронт. Поэтому все было тонко, умно, продумано. В точку. Вот именно так, как надо сегодня. Ах, оккупанты. И белорусские оккупанты, и российские оккупанты. Просто хочется напомнить, что в их официальном лексиконе они это называют СВО. То есть специальная военная операция. И вот получается, что Путин довоевался до того, что сам Григорьевич фиксирует, что Российская Федерация воюет на максиме своих возможностей. Потому что они не могут уже оттянуть танки, или выделить танки из резервов, с заводов в конечном итоге поставить на парад. Нет этих танков. Все танки заняты войной. Ну и да, то, что отправлено в Украину, в Москву уже на парад не вернется. И люди, которые сидели в этих танках, и на танках, они тоже ни в Москву, ни в Россию не вернутся. Почему? Да потому что они будут убиты. Вот именно так, как надо сегодня. Они показали свою мощь. Если кто-то умеет думать и читать, заметили, что в конце они протащили ярсы, стратегическое боевое оружие. Я говорю, кто думать умеет и читать, и поняли, что, ребята, давайте жить дружно. А если у кого-то там мозги затуманило, с нами лучше не связываться. Все было так, как должно быть сегодня. И вот здесь начинается самое интересное. Значит, Александр Григорьевич продолжает играть роль пугала Владимира Путина. То есть он активней всех, с эмоцией, в красках описывает, почему Россия и Беларусь проводят учения нестратегических ядерных сил. Они рассказывают о том, как все умрут, а они нет. Только это не точно. Вот совсем не точно, что от ядерной войны не пострадает ни один белорус или россиянин. Мы во вторник очень подробно рассказали о том, как мы реагируем на западные угрозы. Плановые, как-то по-другому, включая вот тот второй этап с отработкой применения совместного с Россией нестратегического ядерного оружия. Но вы еще сказали, что более детально, вот как это все будет организовываться, обсудить с Путиным. Ну вот вы вернулись из Москвы, встречаясь с Владимиром Владимировичем. Может, есть какие-то подробности, которые, посчитаете, нужным донести до населения? Не о том, вы думаете, дедушки-диктаторы, 70+. Раз вы тянетесь к ядерной бомбе, то нужно думать уже о вечном. И углублять свои бункеры. Хотя говорят, что у нас в ближайшее время появятся специальные противобункерные ракеты. Made in Ukraine. Никакой Америки. Все свое. Свое летит в Калугу, летит в Башкортостан. А все почему? Потому что пересекать границы других государств, это очень и очень плохо. И за это убивают. А белорусам об этом никогда не надо забывать. Даже если вы со своей территории отправляли наши стиральные машины. Этот грех, он не смывается ничем. Ну, не повторяться, чтобы... Скажу просто. Для того, чтобы автомат стрелял, его надо содержать в нормальном состоянии. Проверять, смазывать и так далее. Для того, чтобы мы умели пользоваться автоматом, точно стрелять из него, понятно всем. Надо тренироваться. Ядерное оружие – страшное оружие. Вы часто, наверное, заметили, что мы подчеркиваем и руководство России не стратегического характера. Упаси Господь, взяться еще за эту кнопку. Хотя и тактическое сегодня оружие – это во многократ мощнее, чем это было в Хиросиме и Нагасаки. От одного взрыва погибли тысячи и тысячи людей. Это страшное оружие. Я еще раз хочу повторить, что дедушки-баньяки, дедушки-пенсионеры, то есть Путин и Лукашенко, они почему-то рассказывают о том, что на войне не погибнут их подчиненные, ну, граждане этих стран. Не то, что им их сильно жалко, но вопрос в чем? Что не только у вас есть ядерная бомба. Да и не только ядерная. Вы видите, какой вой на болотах стоит по поводу F-16, которые будут поставлены Украине в обозримом будущем. Тут МИД с Машкой Захаровой просто исходят на георгиевские фашистские ленты. А георгиевская лента – это признак российского нациста. Потому что им кажется, что украинский F-16 будет нести ядерное оружие. Ну, раньше говорили, кажется, креститься надо. В белорусском и российском варианте лучше дедушкам-маньякам удариться об стол. Лучше об угол этого стола. И гляди, гляди, вот этих вот рассказов о том, что тысячу людей погибнут, таких радостных, таких воодушевляющих, больше не будет. Это же душераздирающая история в исполнении Лукашенко, что мы как бахнем, так и тысячи ваших граждан погибнут. Уже погибло много людей. И если честно, вот меня не сильно интересует, погибают граждане Украины от так называемого конвенционального оружия или это будет какое-то другое. Я хочу, чтобы это прекратилось. Я хочу, чтобы российские военные преступники были наказаны. И белорусские тоже. И для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать. У нас это третья тренировка, я уже сегодня об этом сказал. У россиян не счесть. Но почему мы это публично сделали? Вы видите, какая обстановка. Идет эскалация напряженности, которая прежде всего исходит прежде всего с Украины. Ну здесь вообще все просто. Не хотите эскалации, собрали свои вещи, танки, если успеете, и запоребрик. Понятно. Белорусы, вам понятно. Вот Луке, кажется, понятно. Он не сильно спешит на войну. И правильно делает. Я уже говорил, как никогда мы близко подошли к ядерной катастрофе. Что в этой ситуации делать? Надо учиться стрелять с автоматом. И держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. У нас и в России это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более. Как России не надо чужого, мы знаем. Я единственное, что хочу пожелать белорусским нашим соседям, чтобы они в полном объеме пережили все прелести Бучи. Ну, вам же говорят, что это вымысел. Тогда вам не должно быть страшно. Тем более, в концепте российского нацизма Беларусь в полном составе до последнего квадратного миллиметра является исторической российской территорией. И, соответственно, они считают, что из каждого белорусского дома можно изъять белорусскую стиральную машину и хозяйку этой стиральной машины. Ну, в рамках дружбы народа, народов, братства и всего вот этого бреда, который несут эти два дедушки-маньяка. Путин тоже, когда его догнал Лукашенко, соответственно, в Александровском саду, непосредственно возле могилы неизвестного солдата, почему-то тоже потянулся к ядерной бомбе. Ох, боюсь, боюсь. Вы еще скажите, что бомбить нас начнете и наносить ракетные удары. Так страшно вообще просто. Ну, страшно действительно. Но только, знаете, как только ты начал это все использовать, срабатывают другие механизмы. Ты уже этим шантажировать не сможешь. А они вот пока думают, что ядерная бомба их спасет. Не думаю. Едва ли. Президентами принято решение о проведении учений, применения тактического ядерного оружия. Какое решение? Тренировка. Поскольку на территории Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Белоруссии об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно. В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям. Соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам в нашей форме дано. Они начали совместную подготовку. Первый этап мы провели, можно сказать, порезен, но нам было принято решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Тренируетесь, да? Занимаетесь ядерным шантажом. Значит, белорусам на заметку, когда Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, то они хотели за три дня приехать в Киев. Через Беларусь, конечно же. Чем это закончилось, все знают. Это я к тому, что вы, когда тянетесь к ядерной кнопке, к ядерной бомбе, всегда думаете о последствиях. Потому что война – это страшно. И кто вам сказал, что будут атаковать только украинские города? Россияне думали сначала, что будут бить только по нам. Теперь визжат и говорят, что а нас-то за что? Когда говорят их объекты, ну, про Белгород я вообще не говорю, это уже не Россия. Все. Вышел город вместе с областью с состава России, а вот белорусы смотрят на Белгород и думают о том, что злить украинцев не надо. Не надо? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Белорусы! Украина была, есть и будет. А останется ли ваша страна по итогам этой зарубы? Большой вопрос. Я искренне желаю, чтобы осталось. До побачения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова